Лично я буду за это бить. Я заинтересован, конечно. У меня же покупают, знаете, где детский сад рядом, где школа рядом. Вот это прямо спрашивают. Мы вынуждены были вот сейчас за юбилейным строем купить дополнительно территорию и передать району, чтобы они, мы ее купили за свои деньги, но отдали, чтобы садик там посадили. Потому что народ садик есть? Ну да, Василий, не согласен. Но я сказал, детский сад это более простой вопрос. Значит, то, что вы поставили вопрос насчет медсанчасти, ну, абсолютно правильно пролезет он через Минздрав наш. На самом деле, филиал, филиал, наверное, можно сделать. Потому что новую поликлинику, это новую и новую. Вы вообще знаете, мы вообще предлагали жить, что они так. Вот 12-я поликлиника за там, ну, как трамвай в советское время, вот так все прорезает. Знаю. Вот терапевтов перевезти в это помещение, а там оставить мужских специалистов и разгрузить. 30 лет достав был руководил здравоохранением города. И знаю, ситуацию с первой поликлиникой. Катастрофа была. Невозможно. Невозможно. Поэтому переместить терапевтов. От первой, наверное, от большой. Именно как филиал делать. Нет терапевтов на участии. Ну, какие-то вещи. Головную, да. Филиал, я ей говорю. Новую, большую здесь никто не построит. А как филиал, как вы говорите, по минимуму мероприятия, процедурные копейки, но не располезно. У нас три отделиковые, да. Готов с вами встречаться, чтобы завоевать ваше доверие. И эти вопросы толкают. Они непростые. Понимаете, некоторые вещи приходится на 3-4 года вперед. Значит, вот школа, это на сегодня большая школа, это миллиард 200 миллиардов. Вам надо не сегодня родилась эта проблема. Строим дома, школы не строим. Вы есть, вы будете какие-то мероприятия. Это тема расчетов в администрации. Я никому не давал. У меня нет вашего. Да, вот читаю. Ну, а с вами как раз. Видите, вы у нас же слова, нам же и говорите. Я вам дал свои вещи, но они не правы у вас. Вот мы про вас так же говорим. Вы большой строитель заходите. Пожалуйста. Если вы думаете, я не занимаюсь этим вопросом, вы ошибаетесь. Просто по всей мере, есть недостаточная информация и общение. Я говорю, я заинтересован не меньше вас с этим, чтобы эти вопросы попутно шли. Можно я не о проблемах расскажу. Спасибо большое. То телевизорщики-то о нас помнили, стали захаживать. Земля понадобилась. А почему я через 10 лет стою? Я не про вас. Я вообще говорю про власть. Я вам скажу, эта территория не относится к моему округу. Я не права, а там еще на земля. Мы виноваты, жители. Вы поймите, что здесь была очень большая проблема, что 10 лет земля болталась за Министерством обороны. Я вам скажу, что передана она в результате мирового соглашения, которое мы подписали. Почему? Потому что пока Минобороны говорила, пока вопрос с обманутыми дольщиками, с торговым домом и ЗКВ не решится, землю не передадут. Мы в декабре подписали мировое, в феврале министр подчеркнул приказ. Минобороны эту землю обманут, чтобы там были дольщики обманутые. Подписал господин Величко, который не имел права подписывать, и господин Афанасьев, который сам теперь эту землю взял. Вот давайте... Я не знаю, я в эту проблему полтора года назад впервые погрузился. Ну давайте решать. А теперь Минобороны живет, просветает. Ну и слава богу, здоровья ему. Ну его же сгибли, жулик, но не сгибли. Ну слушайте, ну так или иначе, я вам говорю, что проблемы будут решаться. Конечно, медленно, но... Надо так, иначе не надо. Вот очень хорошо, что сегодня все-таки Кобзев приехал и Болотова привез. Я вот сейчас с ним по телефону разговаривал. Он говорит, слушай, караул, я не знал, что в Дзержин сходят. Я говорю, я тоже не знал. А мы писали, они неграмотные. Потому что вот пока на улицу не выйдешь, нам никто не слышит. Мы пишем это. А где все, Арнатаром? Мы пишем письма. А письма туда не приходят, кто их должен прочитать. Вот на низком уровне секретаря все под копирочку идут. Вы знаете, я поработал три с первым доносителем губернатора. Последний раз, в начале, полтора года в летчике. Вот ежедневно вот такой объем почты. Часть из нее вроде бы как на губернатора смотрю я. Часть мимо меня идет. Но громадные объемы... Так и есть. Знаете, что нам министр посвящения ответил? В школе вы не нуждаетесь. Давайте вместе будем поправлять министры. Я вам говорю, даже если министр скажет, что вы нуждаетесь, если не будет, ну, очень ретивого подхода со стороны мэра, вот у Болотова есть один большой плюс. Он вхож в федеральное министерство. Нам хоть куда. И вот бывший наш министр, Басюк, сейчас сидит замминистра российского посвящения. И вот он обещает все-таки здесь помогать. И вот я очень надеюсь, что сумеем в 22-й год влезть пробить. Ну, 21-й исключен почему? Вообще, даже есть фантастика. Потому что нет документации, нет конкретного места, куда садим и так далее. Вот это должны за период полгода где-то решить до весны. Куда садим, спланировать какой проект, какой-то типовой, скорее всего, лучше привязывать. И тогда он уже может, как говорится, биться дополнительно. Пожалуйста, протокол составим, Мария. А куда нам, как передать сегодняшнего собрания? Ну, сегодняшнего собрания... Кому передать? Кубернатору, мэру? Смотрите, давайте так, вы вокруг передаете сегодняшний протокол. У нас и мы будут рабочие совещания, рабочие встречи. И мы, конечно же, будем... На встречу сказали протоколу. На встречу мы сказали, патриоте будем собираться. До вас всех донесем всю информацию. У нас есть... Попруг с вами отработан в области. А мы с вами встретимся, проговорим. Потом нужна будет встреча. На самом деле, Александра Григорьевича попросим. Там помещение приличное. Там человек в 50 могут спокойно собраться. И я готов, но тогда, когда я тоже буду до конца знать, где. Нет, неделю я не буду знать. Через пару месяцев. Это я на следующей неделе с вами встречу, чтобы мы проговорили с вами. Ну, хотя бы. Наша хочу... Мне... Мне же не нужно, что когда я буду выходить на стройку, чтобы мне там кидались под бульдозеры и так далее. Я должен согласовать. А я вам могу сказать, были такие стройки. А мы уже подъемы готовы. А мы уже подъемы готовы. А мы уже ждем эзистов с вашим сотрудниками. А они с вашим эмонами. А они сказали, что вы ходили в атмосфере с эзюльзиями, с плакатами. Когда мы пришли, они говорят, что эмон, вы с плакатами, с флагами. Мы говорим, нет, мы по-доброму. Мы по-доброму. Ну, когда они начинают от начала рощи с вами смотреть и от начала дороги, вы... Ну, вообще там не должны были быть. Везде были. Флот достигнутый горожан. Вот эту рощу, все. Вот, честное слово, даже сам не знаю. Я вас заверяю, значит, ну, это избирательно брали, просто понять грунты. Вы же сами знаете, что под каждое здание нужно три точки. Ну, я медик, но тоже понимаю. Уважаемые зрители.